Добрый вечер всем. Я все изумляюсь, что после такого огромного количества лекций на всякие женско-мужские темы, всех еще хотят и всех еще запрашивают. Но если очень часто я прихожу сюда и спорю с названием лекции, то есть я вижу, что дали лекции, название объявили в Толдот, что будет лекция на такую-то тему, а я говорю, а меня не спросили, как она называется, так, то на Сирос, даже если бы я долго думала, я бы не выбрала лучшего названия, потому что мое ощущение, что мы действительно, как женщины, как-то не понимаем, из чего сделаны мужчины, что они из себя представляют и так далее. То есть мы, я извиняюсь, но мы относимся к мужчинам, как будто они то же самое, что и мы, только внешне и физиологическими признаками отличаются. То, что очень важно понять, что мужчины совершенно другие существа. Бог сотворил мужчину и женщину разными существами, и поэтому для того, чтобы... Спасибо большое. Для того, чтобы разговаривать о мужчинах, начнем с самовотворения. Теперь я обычно не имею привычки объяснять, как будет построен мой урок. То есть как построен, так и построен. Слушайте, задавайте вопросы и так далее. В данном случае я хочу объяснить, и очень важно, чтобы было понятно, о чем и как мы будем говорить. Значит, первое, о чем я... Теперь, если мы сегодня не успеем, у нас на следующей неделе продолжение этой лекции, то есть она должна была называться «Из чего сделанной женщиной», я так понимаю. Но я думаю, что мы будем говорить на обе темы в какой-то степени вместе. Так? Так вот, давайте так. Значит, сегодня мы попробуем идти по такому порядку. Первое. Как Всевышний планировал вот этого самого идеального мужчину? То есть поторий, какой он должен быть. Дальше. Что произошло, где мужчины изменились? И, к сожалению, мы видим, что они совсем не такие, как поторий. Так? Скажем, как они должны быть в идеале, кроме тех редких случаев, когда людям удается осуществить этот идеал? Третье. Поговорим о том, как на людей, с одной стороны, на мужчин повлиял феминизм, а с другой стороны, жизнь в бывшем Советском Союзе и жизнь, которая по сегодняшний день продолжается, потому что кое-какие ее последствия остались. И тогда мелочи жизни. Как же все-таки с этим всем справляться? И что мы, как женщины, можем сделать для того, чтобы наши мужья были такими, как нам бы их хотелось видеть, а не наоборот? Так вот, я сказала, что я начну с той. Значит, о создании мужчины говорится на шестой день творения вместе с женщиной. Там у нас есть посылок, что Всевышний создал человека по образу и подобию своему, и создал его в двух видах. Захар Венекива. Теперь, кто хоть один день провел в Ульпане, знает, что Захар Венекива – это не мужчина и женщина, а существо женского рода и существо мужского рода. Так? Я надеюсь, что это всем понятно. Так? Потому что русский перевод в Тории там переводит неправильно. Там приведено, создал их мужчина и женщина. Нет, он их создал существами мужского и женского пола. И Всевышний приказал То есть, плодитесь и размножайте, и заполняйте землю, и заселяйте ее, захватывайте ее, и властвуете над этим миром. Так, значит, говорят наши мудрецы, и очень важно, чтобы мы это запомнили. Я думаю, что женщины знают, что митцва про рву, она плодится и размножается. Она не женская митцва. Она осуществляется при помощи женщины, но женщина освобождена от этой митцвы. Теперь этому дают много объяснений, почему женщину освободили от прорву. Но самое основное объяснение, что Иша Ло Ковеши, женщина не должна участвовать в захвате, так как захват – это часть, так же, как ей не велено участвовать в захвате, так же ей не велено плодиться и размножаться. Дальше. Это первое. Нам нужно понять, что и каким образом надо захватить. Мы ставим себе вопросительный знак. Теперь поехали дальше. Как назвали вот это вот существо, которое Всевышний сотворил? Адам, нахон. Значит, сделанный из земли. Так? А куда его Всевышний поместил? В Ган-Эден. Зачем? Трудиться в нем и охранять райские сады. Теперь давайте попробуем понять, что мы из этого учим. Значит, человек… Мужчина сотворен из земли. Значит, он приземленный. Так? Он стоит твердо ногами на земле. Теперь, дорогие женщины, одно из имен женщины – хава, оно всем знакомо. Так? А от какого слова это идет? Ее же нужно, как говорит Адам, он ее назвал хава. Почему? Потому что она М-кол-ха, и мать всего живого. Так как ее должны были звать по логике? Хая. Никак не хава. Так? Что же такое хава? Одно из толкований, к которому я сегодня хочу относиться, когда мы говорим о разнице между мужчиной и женщиной. Лохвод – это ощущать что-то, почувствовать. Так? То есть слово хавая – впечатление построено на этом. То есть Адам наш, он человек приземленный, а женщина, она та, которая создает, хавает наши впечатления от мира, ощущения и так далее. То есть она существо гораздо более виртуальное. Так? Теперь, дальше. Очень много говорится о том, что, значит, человек был наказан трудом. Но это не совсем так, потому что труд – это не наказание, а, так сказать, Всевышний не дает наказание просто для того, чтобы кого-то побить. Обычно хороший воспитатель дает наказание, которое поможет человеку правильно развить свои качества. Так вот, задача мужчины – это труд, ответственность за благополучие семьи, за благополучие общества и так далее. И это его работа связана с землей. То есть, он не обязательно, он должен быть крестьянином для этого. Земля – это источник всего живого, так? Всех наших богатств. Все, что мы производим, оно из земли. Я не говорю про виртуальную жизнь в компьютерах, так? Но почти любую специальность человека можно привязать к земле таким или иным образом. Даже если он инженер-строитель, материалы для этого строительства берутся из земли и строятся на земле. То есть, с одной стороны, мужчина привязан к этому миру крепко. Это его основа, он стоит на нем, так? С другой стороны, для чего его создали? Его поместили в Ганеден, ла абда в ла шамра. Я надеюсь, что… Обрабатывать и охранять Ганеден. Я надеюсь, что никто не думает, что имеется в виду, что он там цветочки полегал водой, сорнячки и срывал. Так, имеется в виду, что он был туда помещен, чтобы служить Всевышнему. Так? То есть, вся вот эта вот работа мужчины, физическая, техническая и так далее, это основа, а вершина – это служба Всевышнему. Получается, помните про Якова, самый совершенный из всех праотцов, сулам муцав арца, лестница, которая опирается о землю, вырушен магия Шамайма, а голова его доходит до небес. А почему лестница? Потому что подъем до небес, он постепенный. Так? То есть, в идеальном состоянии мужчина должен был взять свой труд для того, чтобы через него ощутить связь с Всевышним, трудиться, приближаться к Всевышнему, учить Тору, как один из способов приближения к Всевышнему, и быть в какой-то степени духовным вождем. Так? Так? Поехали дальше. Я еще до мужчины-то и не добралась. Так? Теперь, тут маленьких детей нету. Значит, когда мы говорим про слова Иш-Ва-Иша, из чего они на иврите составлены, огонь и имя Всевышнего. Так? Что же это за огонь такой? Это огонь страсти, который вложен в мужчину и женщину от самого процесса творения. Таким имя нас создал Всевышний. Но у женщины огонь мужчины, и он настолько сильный, что имя Всевышнего разделяет этот огонь, иначе нельзя будет выстоять в силе этого пламени. Так? То есть слово Иш, где там частица Всевышнего? Она посредине. У женщины огонь и Всевышний. А у мужчины имя Всевышнего раздробляет этот огонь. Без этого не удержишься. То есть мужские страсти гораздо сильнее Бог сотворил мужчину. Не Фрейд пришел первым к выводу, что, значит, эти силы управляют миром, а это в Брешит написано, это творение. И для того, чтобы мужчина мог этими силами пользоваться правильно и неразрушительно, он должен чувствовать все время там присутствие Всевышнего. Теперь обратите внимание, все, что я сейчас говорю, не говорится об евреевых. До Авраама, может, мы через пару минут дойдем, но все это пока что о человеке вообще. То есть так Бог создал. Теперь, что это за захват мира? Лихбош – это арец. Так, женщины, был, есть захват, захват перепроходцев. Так, шли, заселяли новые земли, строили, развивали и так далее. А есть захват, разрушительный захват через войну. Так, так вот отсюда мы наконец-то сможем понять, что же происходит. Всевышний вложил в мужчину огромные силы. Просто великанские. Еще один мидраж. Я думаю, что его все слышали неоднократно. Значит, про то, как создавались светила. Так Бог создал два больших светила. Одно большое, а другое маленькое. Говорят, как же, сперва сказано два больших, а потом одно большое, а другое маленькое. Пришла Луна и говорит Всевышнему, не могут два царя носить одну и ту же корону. Он пришел Всевышний и говорит ей, уменьш себя. Так? Так вот, в следующий раз, когда я, видимо, буду более подробно говорить о женщинах, я к этому отнесусь очень много. Сегодня я только хочу сказать. Всегда говорят, что этот мидраж, он не о Луне и Солнце на самом деле в астрономическом плане, а о женщине и мужчине. Откуда мы берем это сравнение? Из снов Йосифа. Так? Как он там говорит, что ему придут кланяться Солнце, Луна и 11 звезд, а Яков сразу говорит, что ты думаешь, я, твоя мать и твои братья придем тебе кланяться? Так, мужчина – это Солнце по силе своего творения. Он должен, так сказать, светить миру, давать миру быть плодородным, без солнечного света ничего не будет. Освещать его, так? И, знаете, создавать настроение. Как Солнышко выглянуло сегодня из-за облаков, настроение сразу повысилось. Но Солнце может быть убийственным. Солнечный удар – всем известное понятие, когда оно жжет чрезмерно. Так вот, что происходит с человеком? Мужчины взяли все свои силы, которые им Всевышний дал. А силы были такие, что есть толкование, что откуда слово «адам»? «Адмэ лээльйон». От слова «димайон» – «буду похож на Бога», так? Говорят мудрецы, что сами ангелы спутались, кому ж тут надо служить? Образцу или тому, кто произошел? Так, то есть это ж какие силы нес в себе вот этот вот мужчина, так? И вместо того, чтобы использовать эти силы по назначению, то есть по руководству Всевышнего, мир мужчины стали эти силы использовать как силы захватнические и разрушительные. И где это проявляется? Уже в первой истории про Каина. Так, значит, там есть, что Каин и Эббел разговаривали, и тогда взял Каин и убил Эббела. А о чем был разговор пропущено? Говорят наши мудрецы. Три варианта, о чем они разговаривали. Спор был на три темы. Так, тема первая. Значит, Каин стал требовать, чтобы поделили между собой землю. Значит, он взял себе всю землю, а Эббел – все живое на этой земле. Тогда Каин стал кричать, убери все живое с моей земли, забери свой скот. Куда? И, значит, началось убийство. Девочки, дорогие, о чем война? Война за территорией. Вам это знакомо по сегодняшний день? Поехали дальше. Второе толкование. Они же родились вместе с близняшками. Было три близняшки. Так, кому они достанутся? Так, эта война за что? За обладание женщинами. Знакомо из истории? Знакомо из истории. Номер три. Они же были близки к Всевышнему. Каждый из них приносит жертвы. Спор был Бехел Кошел Ми и Бане Амигдаш. В части, кого будет построен храм. О чем спор? О духовном влиянии. Нужно вам про религиозные войны рассказывать, или мы на улицу из-за них боимся выйти. То есть, основа всего этого уже в самой первой войне на свете. Вот вам три причины войны, других не бывает. Захват территории, захват женщин, захват духовного влияния. Само собой, с тем, что каждая из этих трех вещей включает. Так вот, мужчины вместо того, чтобы развивать землю, вместо того, чтобы быть солнцем, светящим, стали разрушителями, захватчиками и солнцем, которое все сжигает вокруг. Где это первый раз прекращается? У Аврагам Авину. Потому что, дорогие женщины, я советую так подумать. Сколько проходит две тысячи лет до Аврагам Авину? Так, от Хавы, Адама и Хавы до Авраама и Сары у нас две тысячи лет. Сколько женских имен вы знаете за две тысячи лет в Танахе? Думайте, думайте. А? Три. Еще три женщины упоминаются в Танахе. Упоминаются нама, так, про которую говорят, что она была женой Ноаха, так. Но это уже мудрицы наши говорят. Упоминаются цила в ада жены Лемеха. И вот про цилу и аду я бы как раз и хотела пару слов сказать. Кто такая цила и кто такая... Да, пишет Раши. В то время было принято, что мужчина брал себе нескольких жен. Одну поил им косокарин, то есть противозачаточные. Мы не выдумали сегодня. Косокарин – это напиток, который вел к бесплодию. Для того, чтобы она не беременела, не рожала и внешне не портилась и служила бы для мужских удовольствий и развлечений. А вторая ада, вот она была для того, чтобы детей рожать, домашними работами заниматься. Так, то есть прислуга с определенным видом услуг. Так, опять все со... Девочки, в Танахе никогда не бывает ни одного лишнего слога. Все, что неактуально, там не писалось. Так, окей. Кроме... Кстати, почему они упоминаются? Потому что это первая женская революция. Сила тоже, несмотря на косокарин, забеременела. То есть уже тогда случалось, что противозачаточные не действовали. И у них у обоих были дети. А они не хотели иметь дело с Лемехом, потому что, значит, считали, что он будет наказан за убийство Кайна. Так. И их дети тоже могут пострадать. То есть из защиты своих детей не хотели увеличивать потомство. То есть первая женская революция была в попытке защиты собственных детей. Окей. Теперь я уже сказала, что кто такая Наама, это мы знаем, то есть мы знаем, что она сестра Тувалкаина, но мы не знаем про нее, что она была жена Ноха из самого Танаха. Все остальные. И, значит, и породил такого-то. И были у него сыновья и дочери. Так, и породил такого-то. Породил сам. Женщины даже, видимо, не участвовали. Так. То есть никакой нужды называть их имена. Более того, это самое потрясающее. После потопа сколько человек на земле осталось? Восемь. Скажите мне имена четырех. Никто, то есть жен всех. А жены вообще не упоминаются. Нигде не упоминаются. Что? Даже имена сыновей не упоминаются. Потому что женой сыновья со своими женами. Нет, имена сыновей упоминаются. Шем, хам, вы, ефрит. А имена их жен нигде. Так вот, значит, все, то есть две тысячи лет довели до потопа тем, насколько разрушали мир грабежом, насилием, уничтожением всего, что могли. И мы уже практически в период до врага Мавину. Ну, там есть по средине Вавилонская башня. Я в нее особенно влезать не буду. Но Нимрод, один из ее строителей, он же царь, когда врагам маленький мальчик. То есть мы на месте, мы тут. Так вот, а врагам первый, у которого с женой абсолютно человеческие отношения, дружеские отношения, любовные отношения. И он первый в игре, и первый, который делает обрезание. А что такое обрезание? Нет, это опять мужчины заключили союз с Всевышним. А в результате этого союза к имени Аврам, как его зовут сперва, добавляется буква «Р». А что это дает? Он получил власть над пятью органами, над своими глазами, над своими ушами и над рожь гвия. Что рожь гвия на еврейте – это мужской половой орган. То есть Аврагаму и после него другие евреи им говорят, вы способны владеть своими чувствами, вы способны их корректировать, вы способны свою эту силу необыкновенную направить на правильное русло. Окей, до сих это была история человечества по Танаху. Теперь коснемся немножко той истории, которая нам известна и по другим историческим источникам. Смотрите, на протяжении еще почти двух тысячелетий, почему двух? Четырех тысячелетий, извиняюсь. Мужчины в массе своей, во всяком случае не еврейские мужчины и не в рамках Галахи, продолжают оставаться для своих жен не любящими мужьями, а хозяевами. Парочку примеров исторических. Великая Римская империя, так? Муж не нес никакой уголовной ответственности за убийство своей жены. Жена была его имуществом. Так? А до каких пор женщина она у нас имущество? Так вот, в 60-х годах XX века в Англии был процесс. Вроде уже современное государство, и я говорю 60 лет тому назад, а может и меньше. Так, жена подала в судно мужа за постоянные изнасилования и проиграла. Потому что британский суд сказал, муж не насилует жену, он осуществляет свои права. Так, все понятно. Удивительно ли, что при таком отношении женщины восставали и в конце концов восстали? То есть, женщины работали как лошади, а зарабатывали гораздо меньше мужчин. Так? Женщины несли все домашние обязанности. И кто любит мировую литературу, советую посмотреть во всяких интересных книгах. Везде, где любящий сын помогает матери, отцы очень сердятся, что мужчина делает женскую работу. Это не подобает. Это не тот уровень. Так себя не надо вести. Так? Мужчины пользуются телом женщины сколько хотят. Вот мы всегда в шутку говорим, самая древняя профессия, про одну известную профессию. А откуда она взялась, знаете, если бы не было запроса, то и не работали бы. Так? Значит, был запрос. Короче, на каком-то этапе. Женщинам это все надоело. И начались постепенно, постепенно, постепенно проявления феминизма. А когда феминисткам удалось по-настоящему продвинуть свои идеи, в Первую мировую войну, вот с тех пор, так сказать, женщины более не менее равны. Почему? Потому что во всем мире мужчины ушли на фронт. Так? А кому-то же надо было обеспечивать и фронт, и тыл. Их место заняли женщины, которые стали работать. Для того, чтобы работать, нужно было учиться. Так? Образованные и профессионально подготовленные женщины стали требовать себе демократические права. И более не менее в начале 20-х годов, 20-го века добились их. До сих все прям прекрасно. Так? То есть, я не знаю, я вечно занимаюсь саморекламой, но если кто-то видел, значит, я как-то написала ответ, в котором писала, что я считаю, что феминизм нам очень много испортил, о чем я сейчас же начну говорить. И мне женщина там ответила, значит, как вы можете протестовать против достижения феминизма? Где бы мы были без феминизма? Так вот, женщины, где бы мы были по еврейской галахе, нам было бы не так плохо. Во-первых, мужчина по галахе был обязан материально обеспечивать жену. Так? Во-вторых, жена имела право работать и иметь свои доходы. И если ее доходы были больше мужского обеспечения, она спокойно могла сказать мужчине, не обеспечивая меня и не бери мои доходы себе. Я их оставляю себе. Так? Вы понимаете, что это уже дает женщине огромную силу? Я даже не хочу разговаривать о таких вещах, как убийство жены, не дай бог. Так? Но, значит, уже в средние века, если мы возьмем шуты, то есть книги вопросов и ответов раввинов, пишется очень строго против побоев жены. Так? И, значит, всеми силами осуждается такое поведение и так далее. Никто не говорит о побоях убийственного характера, даже если вообще муж поднимает руку на жену. Так? Что касается интимной области, то, опять-таки, во-первых, изнасилование жены запрещено категорически, а изнасилование – это любой интимный акт, ну, это уже не интимный, любой физический акт против ее желания рассматривается как изнасилование и категорически запрещено аллакой. И интимность построена так, что она является обязанностью мужчины. Так вот, я всю жизнь говорю, что я думаю, что я бы совсем неплохо жила и без феминизма, если бы мы жили по-еврейски, а не искажали еврейский образ жизни. Теперь, почему я против феминизма? То есть, как феминизм в моих глазах повлиял на мужчин? Женщины не оставили мужчине места. То есть, слушайте, мы не перестали быть сильными, умными, способными, талантливыми. Мы такими были всегда. Кстати, я это всерьез могу сказать, что очень многие толкователи говорят, что чем более позднее творение, тем более оно совершенное. Так как женщины были сотворены после мужчины, то они являются более совершенным творением. Второе доказательство тому, что они более совершенные, что мы говорим в благословлении, что Асаны Керцуно, что создал меня по своему желанию. То есть, женщина уже вышла такой, как Всевышний ее хотел, когда творил женщину. В нее уже заложено заранее все. Так вот, взяли мы все эти силы не туда, куда Всевышний хотел. А когда пошло соревнование, кто тут главный и кто будет ходить в штанах, так, и кто кого будет слушаться, мы потянули одеяло не в ту сторону. То есть, вместо того, чтобы быть, меня всегда спрашивают, равноправны ли женщина и мужчина в иудаизме. А я всегда отвечаю, хасвы жалом, они разноправны. Я совершенно не хочу равноправия. Я... Пример равноправия. Значит, в годы большой советской алии добралась сюда моя троюродная сестра, так, разведенная, с двумя мальчиками. Старшему тогда было 12. Мы очень старались им помочь первое время, чем могли немножко обосноваться. Они жили и живут по сегодняшний день в Кириатарбе. В какой-то раз они приехали к нам на шаббат, они не религиозные. И после шаббата она меня попросила проводить ее на шукмаханой и иуда. Говорит, у нас страшные цены на фрукты и овощи. Я слышала, что у вас дешево. Я ей говорю, ты выбрала самый неудачный день в неделю для визита на шук. Она мне говорит, я думаю, что все-таки и так будет намного дешевле. Хорошо, шук-шук, поехали на шук. Летом было, я свободная, каждый развлекается по-своему. Хочешь шук-маханой иуда, поедем на шук-маханой иуда. Она увидела цены и ахнула по сравнению с Кириатарбой. И начала заполнять мешочки и мешки. И я смотрю, что она уже тащит, оно так производит впечатление, от 30-40 килограмм. А рядом идут два милых мальчика, 12-летний с нее и меня ростом. И совершенно спокойно идут возле мамы, ни один даже не думает взять мешок. Я обычно, я чужих детей не воспитываю, потому что это не мое дело. Так, то есть своих учениц выхода нету, но тех, которых я не обязана воспитывать, я не воспитываю. Но тут я разозлилась. И я ему говорю, ты что, не вижу, сколько мама тащит, а ну-ка забери у нее часть. Он на меня зыркнул, обжег взглядом, но все-таки ребенок еще был, советского воспитания. То есть даже если противная тетка придирается, но все-таки не говорят взрослым людям, как израильтяне, мах-патлах, таз вьет и так, значит, бедняжка взял у нее часть. Ну, мы вернулись ко мне, так как их чемоданы были у нас. И я ей говорю, слушай, милая моя, ты вообще еще раз замуж собираешься? Ты что, надорваться хочешь окончательно и бесповоротно? Сколько женщина может таскать? Ты женщина или ломовая лошадь? И тут прорвала мою кузину, да еще как прорвала. Она мне начинает. Я на тебя смотрю, какой день, и вижу, какая ты избалованная. Это для тебя тяжелая физическая работа. Это пусть муж сделает. И это тоже тяжелая физическая работа. Чистая правда, что-то надо было поднять. Она мне предлагала помощь, а я сказала ей, говорит, не мои обязанности. Муж придет, он это сделает. Мы, говорит, не такие. Мы не такие избалованные. Я на нее посмотрела, усмехнулась и говорю, ну куда же мне, я же религиозная, притесненная, хазитская женщина. А ты у нас равноправный человек в обществе. Таскайся на здоровечко. А я, значит, буду раздавленной своим женским статусом. Так вот, я понимаю, что это пример, но пример он очень уж характерный. Я помню, как я училась в группе с француженками, и всякий раз, как заходила речь о женском равенстве, о феминизме и так далее, религиозной женщиной, я укладывалась весьма демонстративно на стол спать. Как, кончите говорить о равноправии, разбудите меня. Так? Значит, там были не только француженки, но у нас было много француженок в этой группе. И одна из них один раз не выдержала. И мне говорят, я не понимаю, ты человек, который интересуется всем на свете. Почему, как заходит речь о такой больной теме, как женское равноправие, ты не просто равнодушная и молчишь, ты демонстрируешь так свое безразличие самым таким грубым образом. Как это тебя может не задевать? Я говорю, дорогая моя, ты мечтаешь о равноправии, а я приехала из равноправного общества. Я успела равноправием насытиться. Спасибо. Мне не надо. Так? Равноправные грузчики, равноправные строители, равноправные возители таскали на себе носильщики и все, что хотите, делали любую физическую черную работу. Удивительно ли, что от женщин ничего не оставалось благодаря этому равноправию? А как от женщин? Посмотрите старые фильмы, советские. Где там женщина, которая красиво одета? Хоть капля макияжа на ней. Вы что, это все буржуазные пережитки. Куда? Все были равноправные. Глупостями не надо было мозги забывать. Так вот, в таком обществе, я извиняюсь за грубость, какую страсть могли вызывать женщины? Где вообще были женщины? Были мужчины в юбках? Так? И я всегда говорю, еще Некрасов сказал, коня на ходу остановит. Вот по сегодняшней дне рвемся останавливать коней. И это получается так хорошо, что мужчины потеряли все то, что было. то есть как мужчина не чувствует сегодня ответственность за то, чтобы кормить семью. Я не говорю каждый мужчина, не дай бог, но огромное количество мужчин. Я же, я опять возвращаюсь к сайту толдоти и шерон. Я свои ответы диктую, потому что писать по-русски мне тяжело. Так я о секретарше недавно говорю. Я говорю, Юля, может, мы откроем рубрику отдельную? Там семья есть, еврейская женщина, мои родители и так далее. Я говорю, давай откроем новую рубрику. Неработающие мужчины. Пять из пяти писем три на эту тему каждый раз. Так, почему? Мужчины потеряли ответственность. Почему? Потому что женщины на себя ее взвалили. Так, теперь, еще что-то, о чем я не разговаривала сегодня. Но мужчина должен был быть духовным вождем семьи. А сегодня он только открывает рот, а женщина ему тыкает, где он не знает, что он не понимает, и чего он не доучился, и как нужно учиться правильно. Он и это потерял. И мне не очень хочется говорить сейчас на тему о том, даем ли мы вообще мужчинам быть мужчиной в интимном плане. Недаром дала на эту тему так много лекций, и их все просят. Если бы все было хорошо, вряд ли бы люди так бегали на эти лекции. Так, так вот, когда мужчина не чувствует себя мужчиной, то есть солнцем для своей жены, то он начинает бороться за свой статус очень жестоко и неприятно. И это сегодня те мужчины, которые ведут себя как грубияны, насильники, хамы и все, что хотите. такого хватает. Или же он полностью выходит из игры, потому что игра все равно уже проиграна, и нечего в нее играть, нет никаких шансов. А теперь я хочу сделать еще и советскую прибавку. Вы знаете, как израильтяне говорят, как выглядит русская семья? Если нет, могу сказать, бабушка, мама и ребенок. Так, то есть израильтяне говорят, это обычно образец семьи, приехавшей из России. теперь, давайте возьмем мальчика в такой семье, бабушка, мама и ребенок. Как себя должен вести мужчина, он понятия не имеет, он этого никогда не видел. А как мамин мальчик, тут два варианта. Либо мама его затыкала, так, ты должен, ты должен, ты должен, и сломала в нем любой мужской стержень, так, либо тоже вариант, не более симпатичный, но существующий, он настолько избалован, что он убежден, что ему положен сервис VIP даром, так, то есть а что стол не сам скатертью самобранкой накрывается, по-моему, да, так, посуда с этого стола как-то должна исчезать, продукты как-то должны покупаться, мама и бабушка это все прекрасно делали. Так вот, когда оба этих типа, когда они женятся, они очень тяжелые мужья и с ними очень непросто жить. Я до сих пор моя пессимистическая картина вызывает какие-нибудь вопросы, отрицания, комментарии и так далее, молчание знак согласия. Тогда поехали ко второй части. Что же все-таки может и должно быть по-другому? Женщины, вы думаете, я зря начала с вот этой идеальной картиной мужчины? Или кто-нибудь может слышал хоть нотку цинизма в моем голосе? Если да, то я этого не имела в виду. Бог создал мужчину так, чтобы женщина на него могла положиться, опереться, радоваться рядом с ним, быть счастливой с ним и так далее. Для этого ему нужно дать быть мужчиной. И я не предлагаю, женщина, честное слово, я не предлагаю, чтобы мы для этого вернулись в 18 столетие. Не надо. Я всегда говорю, был у мужчины трон, у любого мужчины, он держался на трех ножках. Ножка первая, жена нуждалась в муже материально. Женщина не могла, кроме отдельных, сама себя прокормить. Значит, мужчина был хозяином кормильцем, значит, за это ему было положено уважение. Вот так, даже, опять-таки, чисто по книжкам. Какой был знак уважения, ультимативный. Мужчина имел свое сидение, скажем, кресло, я воображаю, как эти кресла выглядели во многих бедных домах, но какое-то удобное сидение возле очага, в самом теплом углу дома, так, он приходил, заваливался в него и протягивал ногу вперед, а жена стаскивала сапоги и подавала тапочки. Так вот, пожалуйста, я не имею в виду, чтобы кто-нибудь начала стаскивать грязные сапоги, да и мужчины в основном не приходят сегодня домой в таком состоянии с такими сапогами, так? И слава Богу, что женщина сегодня может работать, может себя прокормить, может стоять на своих ногах. Но ножку стула мы раскачали и не умеют сегодня женщиной вызвать у мужчины мотивацию работать. А когда я предлагаю скажем, что если ты не будешь такая суперответственная, то немножко отвечать придется ему, женщины мне начинают кричать, так что вы предлагаете, чтобы мы жили без копейки? Женщиной, знаете, есть семейная лодка, так в лодке грибут двое. Если один работает беспрерывно и от всех сил, второй начинает расслабляться. А так как в общем большинство, я говорю про людей адекватных и нормальных, не хотят, чтобы лодка перевернулась, то если второй грибец начнет чуть-чуть отпускать, так, то первому придется тоже весла начать крутить. Как каждое почти письмо, где говорится о том, что мужчина какой-то срок безработный, пишется так. Я уже взяла на себя вторую и третью дополнительную работу. Скажите нам, милость, а зачем ему работать? Пусть еще возьмет четвертую и попробует работать. 24 часа в сутки. Так? Тогда он точно побежит на работу. А если бы женщина готова была бы перестать быть всесильной и сказала бы, дорогой, я могу работать х часов в день. Я сейчас не назначаю сколько это от профессии зависит, где, как, а дальше это не моя ответственность, это твоя в той же степени, что и моя. И когда мне, я тут недавно говорила о домашнем хозяйстве в другом форуме, и шла речь, женщины говорили, что очень тяжело организоваться, когда покупки делаются в пятницу, то есть делаются, это обязанность мужа, она ему капала на мозги наконец-то в пятницу, в обед он побежал делать покупки. И вот теперь в три часа дня привезли продукты, но разговор летом шел, и до последней секунды вот они стоят и варят. И говорю, так один раз скажите, один раз, что если до десяти утра в моих глазах, это и так уже очень поздно, продуктов не будет, то я сварю только из того, что есть дома. И все. Как? Что это за шаббат будет? И говорю, дорогие мои, по Аллахе две булочки на мишне лэхэм, так, стакан вина на кедуш, и кусочек мяса или рыбы, желательно оба. Понятно, но можно банку туны открыть, вот вам рыба замечательная. Так? Нет, я не предлагаю так все с шаббат проводить, я только предлагаю один раз вместо того, чтобы кричать, ссориться, объяснять мужчине, как он не помогает, и как он ничего не делает, и как все не вовремя, и как все валится на нее, и как она атлас, который весь мир несет на себе, перестать наконец быть атласом и стать женщиной. А женщина, ей перед шаббатом, между прочим, душ принять надо, привести себя в порядок, переодеться, она не может до последней секунды с высунутым языком стоять и готовить. Так, по-моему, на этом примере понятно, куда я призываю, но для этого нужно решить опять-таки, что я женщина, а не мужик в юбке. Теперь вторая ножка нашего трона. Какие мы сегодня все образованные. Когда-то в любом доме было совершенно ясно, что с духовной точки зрения мужчина знает больше, чем женщина. По той простой причине, что большинство женщин даже читать не учили. Так, теперь опять замечательно. Я ужасно рада нашим знаниям. Честное слово, я это не в шутку говорю, я обожаю учиться, я получаю от этого огромное удовольствие. Вопрос только, что мы с этим делаем? Почему всем принципиально важно показать мужчинам, а я знаю больше? вот я постоянно слышу от Джон такую историю. Я его прошу, 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 чтобы он в шаббат говорил какие-то дивра и тора, он ни за что не хочет. Значит, что-то по той интересное, чтобы рассказал. Как только у нас начинается разборка на эту тему, почему он такой ленивый и слова сказать не хочет. обычно выясняется одно из трех, а она в это время разговаривает с гостями или подает к столу и не слушает его, или с детьми дети перебивают. То есть попробуйте вы что-то говорить на людях, а вот окружающие будут к этому так относиться. Захочется говорить или нет. Б. Вариант номер два. Она его перебивает и говорит, а вот рав х сказал по-другому. Тоже сразу ощущение как тебя уважают. Так. Вариант третий. Ты ошибаешься. Галаха в этом совсем другая. Может быть. но только скажите, если либо то, что я говорю, это скучно, либо кто-то сказал лучше и умнее меня, либо я говорю неправильные вещи, зачем мне открывать рот вообще? Так. Хорошо. Если другой момент. Например, ты сначала спрашиваешь, можешь спрашивать, спрашивать, он тут же кровину, у меня только сомнения, в принципе, более-менее не знаю тему. Я спрашиваю, стимулирую, чтобы он учился. Он кровину, кровину, потом выясняется, что он эту тему не знает, потому что, например, если это кашу, несколько вещей уже раскошировал. Как его стимулировать, эту тему знать? Потому что я ему говорю, я хочу кровину в доме, я хочу, чтобы ты знал эту тему хорошо, мне было бы приятно, и я бы могла к тебе с вопросами обращаться. женщины, если человек готов идти спрашивать раввина, так, по-моему, вот так он учится от одного вопроса к другому. Но для того, чтобы человеку хотелось учиться, есть куча способов. Во-первых, не я ему ставлю планку, ты должен быть домашним раввином. А он еще тоже на домашнего раввина не выучился и совершенно верно. Я тут недавно разговаривала с очень начинающей женщиной, муж которой ей пока шрут такие хумротно говорил, что, значит, я про себя подумала, что это берется только от незнания, но ей дай бог не сказала, что ваш муж понятия не имеет, о чем он разговаривает. Сказала, вы знаете, мне кажется, ваш муж выбирает самые устрожающие мнения о Валахе. Может быть, стоит ему ради вас, так как вам тяжело посоветоваться с раввином, может, там можно облегчить. Честь мужа сбережена. Так я же сама это, как женщина, могу со своим мужем сделать. То есть, когда я хочу, чтобы он что-то знал, сказать ему, дорогой, я пытаюсь учить эту тему, а у меня тут столько трудностей, может, ты сядешь рядом со мной, мы вместе позанимаемся, а ты мне объяснишь. Если он мой учитель, почему бы ему не захотелось сесть и объяснить мне. даже даже если я знаю, ничего не случится, если я не буду демонстрировать, какая я знающая и умная. Во-вторых, если у нас у обоих сомнения, какой ты молодец, что ты не стесняешься позвонить раввину. Я столько слышу, что мужчины заставляют Джону строжать от того, что не знают, а вот ты всегда готов позвонить. Если мы учимся проявлять уважение и показывать, как мы ценим эту учебу, так у мужчины возникает какое-то желание учиться. А когда у него опять-таки командир полка дал задание, ты должен знать его ход кашрут, так тяжело. Слыха, мои дорогие, пройдите курс у жены пастуха Акивы, муж который, если вы слышали, стал одним из самых великих мудрецов еврейского народа. Я всегда говорю, первая часть всей этой истории, она потрясающая. Рахель готова бросить дом, богатство, уйти. Все, аплодисменты, Рахель. Вторая часть меня всю жизнь потрясает гораздо больше. Он же ей обещал, ради этого она все бросила. А он ей говорит, ты знаешь, я понял, что это не для меня, мне 40, куда я пойду заниматься с маленькими детьми. Женщины, дорогие, а кто-то думал, что вот мужья русских олим, русские олим, они проходят абсолютно ту же историю, пусть им не 40, пусть им 20. Я всегда говорю, мой муж совсем не равен, мой муж техник, так, с трех лет моего мужа учили торию, я замужем за израильтянином хасидом из дома. До 20 лет он успел выучить столько, что мальчик, даже очень умный и талантливый, который в 20 лет начнет заниматься, ему нужно вот такую дорогу его догонять. Так хорошо, есть отдельные личности, слава богу, есть очень крупные раввины в русском обществе, но сколько их? Для большинства это оказалось очень-очень тяжелой и трудной дорогой, и если я буду вести себя так, как вела Рахель, так есть шанс, что он хоть захочет заниматься, что я имею в виду, как себя вела Рахель? Женщины, вообразите самих себя, вон Ора говорит, у меня потребность, так, не, потребность Овига сказала, так, Ора желание, так, секунду, секунду, и вот люди отказались от всего ради того, чтобы он шел учиться, от материальных благ, от всего, и приходит такой нахал и говорит, слушай, я понял, что учеба не для меня, что должна была сделать Рахель? Единственное, что им мешало бить посуду в этом случае, то, что посуды у них не было, бодиюк, солому не, солому не, но надо было схватить солому и начать его лупить и кричать, ради тебя я принесла все эти жертвы, отец меня выгнал из дома, я от всего отказалась, а теперь ты мне говоришь, что ты не будешь учиться, что делает Рахель? Не единого слова, красивыми тонкими намеками с большим терпением, она ему показывает, что его страх не так велик, кстати, это по одному варианту, по второму она ждет вообще, то есть же два варианта, как он все-таки пошел учиться, один говорит, что Рахель украсила того осла, на котором они дрова перевозили и люди бежали за этим ослом, показывали пальцами и так далее, он вернулся домой, говорит ей, что это за глупости, она ему говорит, так, женский каприз, что тебе, значит, через недельку перестали бегать, она ему говорит, видишь, все новости значит, перестают быть новостями и на тебя конечно сперва будут показывать пальцем, понимаешь, что это неприятно, но люди забудут, так, то есть тонко намекнула, дала поддержку по второму варианту, что он увидел, как капля камень точит, она вообще молчала в тряпочку, пока он сам пришел к этому выводу, так может быть, если мы так хотим, может мы поучимся немножко, я на современном уровне, а слов не надо украшать, так, но каждый раз, когда я слышу какое-то слово Торы показать мужчине, как оно должно в моих глазах, А вместо этого он вечно не достиг той планки, которую я для него поставила. Так вот, это вот вторая ножка мужского трона. Теперь вы понимаете, насколько неустойчив стул, который на одной ножке, а я об этой ножке сейчас даже разговаривать не буду, так, ну, естественно, так, но последняя ножка, это ли, способны ли мы видеть в мужчине мужчину, мужчину, как, как мне тут одна женщина сказала, мне это, говорит, все кошек и собак напоминает, как себя может чувствовать муж, о котором при мне говорят, что он напоминает кота или пса в том, что ему хочется. Хорошо, я специалист, они пришли и мы договорились заранее, что можно честно разговаривать, но ведь то, что говорят при мне, вы же понимаете, насколько хуже говорится с глазу на глаз. Так вот, когда женщина не дает мужчине быть мужчиной, мужчины нет, йог, а потом мы плачем, где они мужчины, на которых можно опереться, положиться, надеяться и знать, как нам по жизни хорошо. Не даем сами, очень часто. Есть вопросы до сих? да. Скажите, пожалуйста, немножко непонятно такой вопрос. Поговорите, Хорошо. Всевышний слово Адама, как вы сегодня тоже говорили, как бы это было существует, и женское мужское слово было как бы одна сторона была как бы мужчина, а другая женщина, да? И по одному сме гроши как бы всевышний разумеют. Получается, что женщины и мужчины были взяты из земли. непонятно. Правильно. Секунду. Есть. Он разделил. Разделил, да? Как бы получается, два мужчины были вместе, он разделил то и то из земли. Секунду. Объясни, пожалуйста. Объясню, насколько я понимаю. В каждом из нас есть и мужское и женское. Вот это наше мужское начало в женщине. Оно от земли. Так? Женское начало в мужчине от того, что они были соединены как сиамские близнецы, и она была частью его. Так? Но когда значит женщина берет себе чересчур много мужского начала и становится вот такой приземленной хозяйкой и так далее, а мужчину оставляет быть воздушно-виртуальным существом, вот... Изначально как бы принято, что женщина более духовно существует, поскольку она была взята уже из мужчины. Наход. Изначально, да? Наход. Но тогда... Так есть в ней какие-то части для того, чтобы она справлялась в материальном мире из основы мужчины, из земли, из которой оба были сотворены. Есть еще вопросы? То до следующего раза с Божьей помощью. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...